Я рад приветствовать вас на сегодняшнем вебинаре, на котором я расскажу о том, что такое user stories и с чем его едят. Мы сегодня поговорим о том, что такое user stories в общем, как понятие, рассмотрим несколько причин, по которым user stories появились в software development, в IT-компаниях. Итак, посмотрим на то, как составлять user stories и рассмотрим несколько простых примеров. Поговорим об инвест-критериях, которые помогают нам составлять правильные user stories и об acceptance-критериях, обязательной части user stories, которые помогают очертить то, что необходимо сделать в рамках user stories. И рассмотрим также пример, который я подготовил к данному вебинару, а именно user stories в Jira. Посмотрим на то, как она выглядит в реальной жизни. И немного остановимся на преимуществах и рисках, связанных с использованием user stories на практике. Прежде чем я расскажу о user stories, я буквально пару слов хотел рассказать о себе. Меня зовут Егор, я более шести лет работаю в IT на должностях бизнес-аналитика, продукт-оунера, продукт-менеджера. Работал как в продуктовых, так и в ауксорс-компаниях. И проекты в основном были связаны с онлайн-платежами, онлайн-играми, казино, ставки на спорт. Также ритейл и customer relationship management по части управления сервисом и маркетингом. На данный момент я работаю в компании PAM на позиции Lead Business Analytics в проекте, связанном с онлайн-ставками на спорт. Поехали. Что такое user story? Многие знают, что это какое-то небольшое описание задачи разработчику. И в принципе они будут в этом правы. Однако здесь есть важная часть, помимо краткого описания. Заключается она в том, что это описание той функциональности или свойства программного продукта, которое необходимо конкретному конечному пользователю, человеку, для того, чтобы он получил ценность, пользу от использования этого программного продукта. Это очень важный момент. Почему user stories в принципе появились в software development? На самом деле изначально 20-25 лет назад, когда они стали появляться на практике, они не использовали software development. Они использовались в других сферах, но не в IT. IT работало на тот момент по линейным методологиям, которые были связаны с тем, что были организованы достаточно сложные процессы, где каждый знал, что он делает, было понятно, где какой винтик. И все это сопровождалось большим количеством документации, которые описывало все до последнего пикселя. И с появлением методологии agile, принципы, которого вы сейчас видите на слайде, несколько вещей изменились. Если вы посмотрите на эти принципы, то вы можете обратить внимание, что с появлением этих методологий команды разработки перестали фокусироваться на том, как мы организуем процесс разработки, сколько мы напишем документации. А мы стали фокусироваться на том, чтобы предоставить максимальную ценность конечному пользователю, при этом в кратчайшие сроки. При этом нам уже не важно документ, который описывает все до последнего, нам важен результат. Но, с одной стороны, мы говорим, что мы отказываемся от талмуды документации, талмуды писания функциональных требований или технических заданий. Но, с другой стороны, необходимость ставить задачи разработчикам, делать постановки никуда не исчезла. Они же должны понимать, что им нужно сделать на следующей неделе. И здесь появились юзер-сторис. То есть, некий способ описания требований таким образом, чтобы удовлетворять все перечисленные принципы agile. Итак, как юзер-сторис выглядит? Очень просто. Это одно-два предложения, которые состоят из трех составляющих. Во-первых, я как X хочу Y, чтобы Z. Где X это персонаж, от имени которого происходит повествование. И для этого человека вы будете, собственно, строить эту функциональность. Y это, по сути, задача, которую необходимо сделать разработчику, да, или команде разработки. То есть, то, что ему нужно. И Z, самая важная часть, это то, зачем ему нужна эта задача. Какова причина, что она решает, какую пользу принесет эта задача конечному пользователю. Вот несколько простых примеров. Как сотрудник первой линии поддержки, я хочу отвечать на обращения с помощью шаблонов, чтобы ускорить обработку похожих обращений. Здесь есть все три составляющих. Вот они подсвечены жирненьким. Сотрудник первой линии поддержки, это наш персонаж, хочет отвечать с помощью шаблонов на часто повторяющиеся вопросы. Таким образом, ускорит свою работу. Это характеризует такую ситуацию, когда замыленный сотрудник поддержки получает огромное количество обращений каждый день. И большая часть из них достаточно одинаковые, да, похожи друг на друга. И чтобы на них отвечать, ему каждый раз приходится писать один и тот же текст. Или в лучшем случае копировать его из вордовского или текстового документа. И чтобы эту проблему исправить, да, он хочет возможность выбрать шаблон в окне ответа для того, чтобы быстрее обрабатывать свои обращения. Второй пример. Как водитель я хочу иметь возможность выбрать оптимальный маршрут по времени или по расстоянию. Так я смогу добраться вовремя, либо сэкономить топливо в зависимости от ситуации. Тоже все очень просто. У нас есть персонаж, это водитель, который хочет выбрать маршрут по времени и по расстоянию. Это, собственно, задача, которой мы будем работать. Для того, чтобы сэкономить время или деньги на топливо. И третий пример тоже достаточно простой. Да, как зарегистрированный пользователь. То есть он указывает на категорию пользователя, да, а не на должность какую-то или роль. Как зарегистрированный пользователь в сайт я хочу изменить пароль для того, чтобы обеспечить безопасность своего профиля. Ну, в принципе, тоже все очень просто. Дальше. Поговорим немного об инвест-критериях. Что это такое? Инвест-критерий это шесть критериев, которым каждая юзер-стория должна соответствовать. Для того, чтобы она, в свою очередь, соответствовала принципам agile. Что это за критерии? Первый критерий independent, независимый, да, или автономный. Означает, что каждая юзер-стория должна не зависеть от другой. Давайте, допустим, такую ситуацию, что вы имеете на руках две юзер-стории, которые друг от друга зависимы. И так получается, что одну вы планируете в первую итерацию или спринт, другую в другую. По истечению первой итерации вы успешно, в вашей команде разработки, естественно, вы успешно реализовываете эту юзер-сторию. Но конечный пользователь не сможет получить пользы, да, он не сможет пощупать, поиграть, поиспользовать, условно говоря, да, ту функциональность, которую вы разработали. Поскольку есть другая юзер-стория, которая влияет на первую и ее реализацию можно будет ожидать аж к концу второй итерации. Это не соответствует принципам agile, соответственно, стараются делать юзер-стории максимально автономными. Плюс, таким юзер-стори легче манипулировать, управлять, планировать в различные спринты, итерации и так далее. Второй критерий – negotiable, то есть юзер-стория должна побуштать обсуждение. Это как раз идет речь о том, что юзер-стория не должна содержать в себе излишних деталей, о каких-то невозможных проверках, каких-то краеугольных случаях, защит от дураков, если хотите, и так далее. Все эти вещи можно выяснить в ходе личного разговора в коридоре, на планировании или на груминге, и так далее. Третий принцип исходит из определения. Каждая юзер-стория должна нести в себе ценность. Если она в себе ценность не несет, то это не юзер-стория, это постановка. Четвертое – это estimable, то есть она должна обладать оценкой и быть сформулирована так, чтобы ее можно было оценить. Каждый разработчик, получая юзер-сторию, читая ее, должен дать свою оценку, будь то в сложности, иногда в проектах дают оценку времени выполнения, если это необходимо. Если юзер-стория сформулирована так, что это невозможно, то она нереализуема, то есть мы не сможем ее спланировать, спринт, мы не сможем понять, сможем ли мы ее реализовать к концу спринта или не сможем и так далее. Например, я как зарегистрированный пользователь сайта хочу, чтобы сайт был удобней, так я смогу быстрее выполнять свои функции. Как я смогу оценить такую юзер-сторию? Что обозначает удобней? Что конкретно мне нужно сделать? Где-то кнопку по-другому расположить или полностью верстку на сайте поменять? Как мне оценить сложность такой задачи? Если представляется невозможным в этих двух предложениях, условно говоря, сформировать юзер-сторию, которую можно оценить, то можно использовать acceptance критерии, о которых мы поговорим немного позже. Small. Суть критерия заключается в том, что юзер-стория должна быть достаточно маленькой, в оценке имеется в виду, для того, чтобы она могла быть реализована в рамках одного спринта. Давайте представим себе ситуацию, что у нас есть команда, которая, например, в средней скорости разработки которой примерно 10 условных единиц, а юзер-стория была оценена в 12 условных единиц, то в течение одной итерации эта юзер-стория не сможет быть выполнена. Соответственно, конечный пользователь ценности не получит. Поэтому мое предложение и предложение, собственно, создателей юзер-сторий будет, конечно, даже создать две юзер-стории, например, по 6 условных единиц, которые можно будет поместить в один спринт, хотя бы одну из них. Тестабл. Тестабл обозначает то, что эту юзер-сторию можно протестировать. Этот критерий достигается с помощью acceptance критериев, о которых мы поговорим буквально на следующем слайде. Если посмотреть на практическую часть юзер-стория, то в целом юзер-стория как артефакт, как документ состоят из четырех таких элементов. Первый элемент это сама по себе юзер-стория. Да, это вот эти предложения, которые мы уже рассмотрели на предыдущих слайдах. Второй элемент это критерии приемки, acceptance критерий. Что это такое? Это, по сути, критерии или характеристики, которые должна обладать функциональная возможность, разработанная вашей командой, чтобы вы считали эту задачу выполненной. В acceptance критериях вы перечисляете то, как вы видите реализацию этой задачи с точки зрения пользователя, не с технической точки зрения. Также вы можете указывать, что входит в рамки этой юзер-стории и что не входит. Какие есть возможные ограничения, функциональные, нефункциональные требования и так далее. Acceptance критерии ложатся в основу тест-кейсов, которые ваши тестировщики будут писать по каждой задаче. Поэтому вам обязательно нужно максимально полно описать acceptance критерии так, чтобы это помогло ребятам, тестировщикам написать полный перечень тест-кейсов, покрывающий функциональность разработанного продукта. Дополнительные материалы. В дополнительных материалах вы указываете всю вспомогательную или дополнительную информацию, которая необходима разработчикам для того, чтобы выполнить эту задачу. Это могут быть макапы, скетчи, какие-то прототипы, диаграммы процессов, скрипты, различные правила, стандарты, контакты экспертов, которые могут проконсультировать по технологии, с которой ваша команда до сих пор не работала и так далее. То есть все, что ребятам может помочь реализовать конкретную задачу. И четвертый пункт. Я его сюда добавил, поскольку считаю его уже в принципе достаточно важным и уже неотъемлемым. Появился он с появлением инструментов по управлению бэклогом, таких как Jira или Team Foundation Server. И в комментариях есть возможность документировать различные резолюции, различные договоренности, которых вы пришли в ходе личных разговоров, обсуждая какие-то детали, нюансы по UserStory, чтобы банально это не забылось, не упустилось и было гарантией того, что это будет сделано, учтено. Вот несколько примеров acceptance criteria. Я за основу взял историю о шаблонах обращений. Первый пример. Выбор шаблона осуществляется при помощи выпадающего списка со встроенной стандартной возможностью поиска по ключевым словам. Все очень просто. То есть вы описываете то, как необходимо реализовывать с точки зрения пользователя, опять же, выбор этого шаблона. На простом человеческом языке. То, как мы даже сейчас с вами разговариваем. Второй критерий выглядит как UserStory. И в принципе вас никто не ограничивает формировать acceptance criteria именно таким образом. Это также вам облегчит задачу по разделению этой UserStory на несколько частей, на несколько других UserStory, если вам это будет необходимо. Третий формат больше похож на test case, в виде такой таблички, в которой мы указываем три составляющих. Первый given говорит о том, какие у нас есть исходные данные. Вот у нас есть обращение, у которого есть шаблон, на ответ которого есть макрос. И когда пользователь выбрал этот шаблон, то в появившемся шаблоне текста макросы заменены на конкретные данные заявителя. Вот такой тест-кейс. Более структурированный и прозрачный способ описать критерии приемки. Тестировщики этот способ очень любят. Следующий пример используется в случаях, если у вас такая ситуация, что вы не можете в UserStory описать функциональность, которую вы разрабатываете. Поскольку вам важна каждая деталь. Такое бывает. И, например, у вас есть уже утвержденная, например, документация или спецификация, или диаграмма процесса. И, соответственно, вы в acceptance-критерии говорите, что вы хотите, чтобы в рамках этой UserStory задача была реализована в соответствии с этим документом. Такие ситуации бывают, от них никуда не деться. Пятый пример является примером, простите за тавтологию, описание нефункциональных требований. Вот мы говорим, что текст появляется в течение полусекунды после выбора шаблона. И последний пример показывает пример того, как можно описать скоп, объем задач. Да, сказать, что, например, редактирование шаблона входит в рамки другой UserStory. Сюда, кстати, было бы не лишним указать ссылку на другую UserStory, чтобы можно было посмотреть на ее состояние и детали понятия. Дальше. Дальше. Вот кнопка «Узнать подробнее». Вот можно перейти на страничку этой UserStory, увидеть, что мы о ней знаем. Например, какой тип, приоритет этой UserStory. Да, он может быть разный. Статус этой UserStory. Тот, кто за нее несет, кто ее создал, кто несет ответственность. Оценку, в каком спринте она будет сделана. И непосредственно само по себе описание. Вот та самая UserStory, да, которая выглядит как два предложения. Есть акцентность критерий, которых я перечисляю. То, что для меня важно, да, например, где эта кнопка находится, какой цвет этой кнопки, что происходит при наведении, что происходит при нажатии, какой размер этой кнопки. И для того, чтобы разработчикам было проще понять, что я от них хочу, я прикрепляю еще скриншот аналогичной кнопки, но на другой страничке. Вот, соответственно, это упростит много задачку моим разработчикам. Что касается комментариев, да, тут тоже в Jira есть эти комментарии. Вот, их можно легко добавлять. Например, таким образом, да, и все это видно, и, например, можно, да, другой человек, когда откроет эти комментарии, также может на них ответить. Также есть история, которая позволяет просмотреть, что и кто делал с этой UserStory в какой момент времени. Теперь поговорим о преимуществах и рисках, связанных с использованием UserStory. Ну, какие преимущества? Понятно, первое очевидное преимущество, это то, что UserStory понятно всем, потому что они сформированы на простом человеческом языке, без каких-либо формальностей, либо там скриптовых языков, правил и так далее. Второй момент, то, что они не требуют большого затрата по времени, больших затрат по времени на их составление, поскольку раньше бизнес-аналитики тратили, наверное, 80% времени на составление документов, описание, поддержку их в актуальном состоянии и так далее. Здесь на это времени не так много тратится, поэтому это, безусловно, плюс. То есть мы можем фокусироваться на ценности, на идеях продукта, а не описаниям. Третий пункт, тоже положительный момент, связан с тем, что действительно UserStory фокусируется на ценности. Понимая, какую ценность хочет, какую пользу хочет получить конечный пользователь, например, тот же разработчик или тот же продукт-оунер и любой человек, который связан с непосредственной задачей, может предлагать идеи, варианты реализации конкретной задачи. И, собственно, это то, о чем говорит Эджао, то, что он приветствует. Вот. Вовлекает всех участников, да, потому что вы UserStory, да, презентуете своим продукт-оунерам, как бизнес-аналитик, да, вы их составляете из их слов, слов конечных пользователей. С другой стороны, разработчики, да, читают эти UserStory, у них возникают вопросы, они вам их задают, вы начинаете общаться, что-то спрашиваете продукт-оунера, создаете какие-то совещания и так далее. Происходит некое вовлечение всех участников в этот процесс. Ну и, конечно же, они легко управляют, поскольку они маленькие, независимые, да, ими легко управляют, да, планировать спринты, делить, наоборот, объединять между собой и так далее. То, чего, в принципе, нельзя сделать с большим техническим заданием, к примеру. Риски. Риски могут быть связаны с тем, что, с одной стороны, они всем понятны, и, с другой стороны, они могут вызвать недопонимание или miscommunication, как это еще называют. Очень сложно в UserStories добиться однозначности интерпретации, поскольку, да, ежедневные бытовые фразы могут быть восприняты по-разному, да, двумя отдельными личностями. Вот. Соответственно, это может привести к тому, что по итогу вы получите не то, что ожидали, да, не то, что вкладывали в описание. Второй момент – это то, что для того, чтобы вам задавали нужные вопросы, с вами общались, да, на тему UserStory и так далее, нужно, чтобы команда, и вы в том числе, работали достаточно долгое время над задачей, над проектом, над продуктом. Соответственно, чтобы у людей уже было понимание контекста, и они могли вам задать нужные вопросы. Поначалу, если в ваших UserStories будет недостаточно подробное, то, соответственно, высока вероятность того, что по концу вы получите не то, что ожидалось, да, либо не сполна, либо вообще не в том виде, в котором вы ожидали. Соответственно, моя рекомендация, да, из практики, из опыта будет таковой, что на начальных этапах проекта, или продукта, или работы над задачей, когда команда молодая только еще формируется, в UserStory вкладывать больше деталей, да, непосредственно в acceptance criteria, возможно, прикладывать какую-то дополнительную спецификацию, описание, да, для того, чтобы погрузить ваших ребят, вашу команду в контекст. И с истечением какого-то времени какие-то вещи уже будут восприниматься, как само собой разумеющиеся, и можно будет уже на этих деталях внимание не акцентировать. Ну и третий пункт, в принципе, частично уже был проговорен, да, недостаточно подробный там, где это может стать немаловажным. Например, если вы описываете какой-то расчет, да, финансовый, или какую-то формулу, или что-то подобное, да, если вы не укажете всех деталей, всех условий, всех переходов и так далее, то, опять же, вы результат получите никакой. Да, оно будет как-то работать, но конкретно ценность от такой задачи не в том, чтобы оно как-то работало и его можно было использовать, а в том, чтобы, например, из финансовой отрасли дебет с кредитом сошелся, да, при этом и не важно там, какая будет цифра, насколько большая или насколько маленькая, не важно, чтобы она сошлась и была максимально точной. Поэтому это стоит учитывать. Понятное дело, что User Stories не стоит использовать в проектах, где вот эти вот детально проработанные требования немаловажны и представляют ценность, да, для заказчика. Примеры таких проектов могут быть связаны с финансовыми, банковскими отраслями, health care, да, фармацептика, логистика и вот подобные отрасли, поскольку там очень много различных исключений, сценариев и цена ошибки очень велика. Когда у вас таких условий нет, то, в принципе, можно будет использовать User Stories в рамках agile проектов и, в принципе, они будут решать свои задачи. В случае вот проектов, которые я перечислил, скорее вам нужно будет использовать use case, либо техническое задание, да, для того, чтобы дать постановку разработчикам. Но и процесс, по которому будут работать в проекте, скорее всего, будет не agile, а скорее будет относиться к линейным, либо к waterfall методологии. На этом я хотел завершить свою презентацию, свой вебинар. Хотел еще пару слов буквально о том, где можно подробнее почитать про User Stories и не только. Это достаточно хорошие источники информации в целом про бизнес-анализ. И очень рекомендую всем подписаться на эти ресурсы, для того, чтобы быть всегда в курсе последних событий и инноваций в мире бизнес-анализа. На этом я завершаю вебинар. Всем большое спасибо. До встречи. Субтитры создавал DimaTorzok